Просыпаясь каждое утро, вы поднимаетесь с кровати с разными мыслями, чувствами, мечтами. Вопрос в том, как вы это делаете? Легко, весело и бодро или медленно и грузно вваливаетесь в эту жизнь? Наступить на лень и отрешиться от городской суеты на один день довольно легко. Но только преодолевая себя всегда и во всем, не отвлекаясь на пороки, можно раскрасить жизнь другими красками. Хватит ли сил у наших участников дойти до конца? Мы узнаем только в конце проекта. Это Акулья Сушка. Мы начинаем! Пока город спит, лишний вес не дремлет. Но пришло время с ним покончить. Первый Крымский запускает самый адский проект по сжиганию жира. Мы отберем 12 участников и тот, кому удастся дойти до финала, получит сразу три главных приза. Здоровое тело, здоровый дух, а также 50 тысяч рублей. Это Акулья Сушка. Но сперва мы познакомим вас с нашими морскими акулами. Спортивный клуб «Глобус Спорт». Екатерина Ткаченко, она же Катюня. Александр Монтона Егоров. Спортивный клуб «Пауэрлайф». Виктория Егьяева, она же Виктор. Влад Борода Кравченко. Спортивный клуб «Альбион». Мария Киса Емщикова. Роман Губа, он же Розомаха. И, конечно, главный тренер и эксперт нашего проекта. Иван Убийца Жира Подрез. Мы разобрали... Ой, ой. Мы разобрали сотни заявок от людей, которые мечтают сбросить лишний вес. Эти ничего не подозревающие человеки сегодня пришли на кастинг. Прямо в акулью пасть. Из 32 человек выстоять смогут только 12. Да начнется акулья сушка. Первой жертвой для наших акул станет Александр Драбич. Голодным хищником он пришел со своей сестрой, чтобы те съели ее кексики, а не самого Александра. Он боится сказать, они в семье ругаются. Мы хотим, чтобы он семью сохранил. Пройти через сушку Александр решился ради своей жены, которая мечтает, чтобы он похудел. Неужели правда жена решила уйти? Ну, жена не совсем, но как бы сказала, что хотела бы меня видеть в отличной физической форме. Мне тоже разговоры, как вот придут друзья там. Вес, вес, вес. Я говорю, такой впечатления, как будто другой темы нет. За место в проекте Александр сразится с другими претендентами. Им придется вкалывать в зале, жонглировать ежами и не есть после шести. Екатерина, где прячете лишние килограммы? Где? В животе, в ногах, в попе, везде. Я бы, конечно, немножечко своих форм с кем-нибудь поделилась бы, какими-нибудь определенными частями. Те частями моя мама называет их подставочки для сумок. Вот вы совсем о маме не думаете. Если вы похудеете, то куда она будет складывать сумочки? И пока одни сражаются с желанием много не есть, другие ни в чем себе не отказывают. Анна, что ели на завтрак? Пюрешку с сосиской, но думаю, перед кастингом можно же побаловаться. Как же правильное питание? Обязательно будет. С завтрашнего дня обещаю. Угу. С завтрашнего дня, с понедельника, с нового года. Так нам лишний вес не победить. Бажена, я вас увидела, как вы ели конфеты, нарушали дисциплину. Уже в начале проекта. Ужас какой, как я могла. Что, стыдно стало и убежать решила? Но эта дверь уйдет не на выход, а в логово акул. О, боже. Здравствуйте, здравствуйте. Это вы, да, Бажена? Какое дозвое. Здравствуйте, да. Мы так и не услышали. Сколько же вы весите? 81. Надеюсь, мы бывшему будем смотреть. Есть бывшая, да? Да. Хочется нынешнего такого, да? Хочется? А всем хочется. В проект Акулия Сушка мы набираем людей с лишним весом, чтобы помочь им похудеть. Бажена Аксенова изо всех сил запихивала в себя конфеты. Чтобы набрать килограммы, ее взяли. Но Иван Подрес вынес строжайший приговор. У вас фигура практически идеальна. Я желаю вам удачи в проекте в этом или нет. Надеюсь, в проекте. Тоже скинуть лишние килограммы. Вам бы тоже поучаствовали в этом килограмме. Я? Я уже поучаствовал в проекте. Это был неправильный ход. А девчонка за словом в карман не полезет. Ну, естественно, там же может оказаться еще одна конфета. Попасть в самый спортивный проект совсем непросто. Участникам кастинга пришлось вытягивать все свои козыри. Кто-то пел, кто-то танцевал, снова танцевал. Ну, а Сусана Юрченко открыла дверь ногой и бросила через бедро главного тренера. Вот это наш человек. А то совсем тут расслабились. Как долго вы набирали вот это количество килограммов лишних? На протяжении 23 лет. Я сбрасывала, я худела, сидела на диетах, опять набирала, опять сбрасывала. И за последние три года я набрала 40 килограмм практически. Мне нужна помощь, мотивация, пинок под зад. Вот что-то вот такое вот. Сусанна, судя по тому, как вы сорите на пол нашими тренерами, вы и сами кому угодно дадите пинок. Но как только Сусанна вышла, наши акулы снова нахрабрились и пустили в ход каверзные вопросики, чтобы сбить с толку участников кастинга. Такой вопрос. Любовник есть? Нет. Хотите? Будет. Я думаю, если я постройнею, конечно, все может быть. Почему бы и нет? Это жизнь. И пока кругом суета и волнение, наш спецкорд Танечка помогает участникам утилизировать вкусняшки. Как же вкусно есть. На этом проекте можно есть только не толстым. Мне можно. Курите? Нет. Пьете? Нет. Секс? Ну, да. Часто? Ну, нормально. Тоже сжигает калории? Ну, не очень. Не очень. Если мы вас берем на проект, и тренер вам скажет заниматься больше сексом, вы готовы это выполнять? С тренером? Это армию. Если это очень сильно поможет. Деньги вам не нужны? Нет, не нужны. Абсолютно. Хорошо, вы выигрываете и отдаете мне деньги. Хорошо. Договорились. Вперед, удачи. Я за вас буду болеть. Внимание! Опасности! Кто пустил на кастинг Таняшку? Нет, ну серьезно! Тебе же потрясающая фигура! Пупсик, признавайся, ты пришла, чтобы заставить комплексовать нашу Танечку. Вы считаете, что у вас проблемы с весом? Да, я считаю, что у меня проблемы с весом. Само даже слово сушка за себя говорить, я хочу высушиться прям до минимума. У вас нет лишнего веса, в принципе, и я думаю, что есть много участников за кулисами, которые реально нужнее попасть в этот телепроект. Так а до какого веса ты хочешь высушиться? Ну, твоя идеальная цифра, которую ты хочешь увидеть в своей... 50. 50 килограмм. А сейчас сколько, напомни? 56-57. Ну, у меня вообще скачет вес. Но, чтобы меньше боялись, следующие участники пришли на проект вдвоем. Но как только Таня разлучила лучших подружек, отношения затрещали, как прошлогодние штанишки по швам. Я знаю, что вы пришли сюда с подругой. Да. Ее худеть или себя худеть? Себя худеть и ее тоже. Где она? Сбежала? Ну, вот ее не пускают. Говорят, что по одному надо захотеть. А мы бы с удовольствием зашли бы вдвоем. А если кто-то из вас пройдет? Ну, это будет очень обидненько. Мы же хотели как бы вместе. Наталья, вы пришли сюда с подругой. Подруга хотела зайти с вами на кастинг. Ну, а я не хотела. Почему? Ну, шпагат садится выше. Да еще и худее. А я еще лучше хочу быть. Станислав Чернявский. Да. Итак, Станислав, в вашем видеообращении были такие слова, что вы взрослый состоявшийся мужчина. В чем вы состоялись? Сразу вопрос на вскидку. Вот женат, свое дело. Как бы, хорошее, ну, довольно-таки нормальный заработок. Чем вы занимаетесь? Автозапчасти, авторемонт. Вы продаете их или руками работаете? Продаю и руковожу теми, кто руками работает. Поотжимайтесь немножко нам. Вот на подиум, да, поднимайтесь. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Ну, что сказать. Ну, с трудом, с трудом. Кондиция у вас, прямо скажем, не очень. Денис, Станислав просто пришел флайера своего магазина раздать, а ты его отжиматься заоставил. Совесть не мучает? Что сподвигло вас прийти на проект? Похудеть хочу. Почему вы не сделали этого раньше, если вы уже 20 лет пребываете в таком состоянии, которое вас не устраивает? Ленился. А что сейчас спровоцировало? Честно? Да. Врачи. Хочу ребенка, сказали, надо худеть. Станислав, а есть ли у вас какие-то вредные привычки? Курю. А готовы ли вы бросить курить? Вот хочу худеть и бросить курить. Вы сюда пришли не ради денег? Честно? Ради славы? Нет. Только похудеть, да? Ради своего здоровья. Кто-то пришел в акулию сушку, чтобы похудеть. Кто-то хочет получить деньги, но некоторые хотят попасть в ящик. В смысле в телек. Главный приз получить хотите? Ну, конечно. Это главная мотивация? Нет. Главная мотивация – это я. Я хочу нравиться себе, в первую очередь. Какой ваш минимальный вес? Был? Был. 54. Почему вы так начали набирать? Ну, я думаю, я просто забила и начала есть. Я подумала, что, может, уже все будет так же, как было. Я буду такая красивая-красивая, я буду хорошая реклама. А у вас, ну, как тренера. Красивые нам не надо, мы с них будем делать красивых. А муж есть у вас? Да, конечно. Сколько лет вы замужем? 11. Муж, мужа устраивает вашу фигуру? Да, ему нравится. Говорит, что я худая. Так а зачем так? В чем проблема так? Мне все уже нравится. Ну, потому что, ну, мы же женщины всегда хотим выглядеть лучше. Я, конечно, знаю, что я могу лучше. Лучше хочет стать и Алексей Давыдов. В свои 20 он вместе с Арнольдом Шварценеггером выступал на «Мистер Вселенная». Но потом вообще тренировал «Железного Арни» и именно с его помощью Арнольд добился успеха. Да и вообще, вру сколько хочу, потому что гонорар я уже получил. В детстве я родом из Советского Союза, там у нас было все прекрасно с этим. Я занимался фехтованием на саблях, занимался баскетболом, занимался... Тогда еще они были в таком полуподпольном состоянии, восточными единоборствами. Ну, естественно, как все дети, начиная с 14-15 лет, это, конечно же, то, что называется качалка. Но со временем качалка забылась, и ей на смену пришел лишний вес. Но сушеные эксперты покажут жиру, где дверь. Андрей, как же правильное питание? Ну, надо же шевелить батонами, двигать булками и правильно питаться. На самом деле, я просто люблю поесть и сушатся-то они. Небольшой тест, 10 приседаний собственным весом. Отличная техника, чемпион. Причем, хочу заметить, что мы не ускоряли этот фрагмент. Тренера, обратите внимание, довольно-таки неплохая техника в приседаниях. Да, кстати. Это старые навыки сказываются, наверное. И на подобные испытания были обречены все, кто рискнул прийти на кастинг. Прыгали, отжимались, приседали, смотрели на курочку-гриль и не ели. Сочувствую всем, кто попался в зубы нашим акулам. На кулаках даже. Да, пожалуйста. Ну а сейчас выйти на стардаун готовится Жанна Смолега. Эта нежная девушка обладает сильным голосом. Ну, еще там штанги тяжеленные тягает. Для меня это часть профессии. То есть похудеть, это профессионализм мой. А вредные привычки есть у вас какие-то? Ну, есть, в смысле, жрать, это как относится к куриному привычку. Курить, курить? Нет. Вы замужем? Нет, мне еще рано думать о таких вещах. Почему рано? А, надо сначала похудеть, а потом думать, да? Вы такие вопросы задаете? Это еще самые легкие вопросы, которые я сегодня задавал. Не менее, наверное, важная такая вот мечта, это вернуться в пауэрлифтинг, в свою весовую категорию. Ну, а чтобы вернуться в свой вес, нужно будет выложиться на полную. И людям, не связанным со спортом, это будет трудно. Но на кастинг пришли и спортсмены. Поговаривают, в принципе, злые языки, что ты спортсмен. Есть такое. То есть, получается, ты сапожник без сапог. Совершенно верно. Как так получилось? Ты должен сам понимать, как нужно подсушиться, как сбросить вес. Почему ты пришел к нам на сушку? Получается так, что самостоятельно ты не всегда можешь. А когда над тобой команда профессионалов трудится, за кем-то, за сильным идти всегда проще, чем самому себя подгонять. Поэтому я пришел к вам. С детства мать отдавала на борьбу, отдавала на рукопашный бой, занимался в зале. То есть, единственное, что сейчас, так как за последние 4 года набрал 42 килограмма, тяжело. Если, ну, ребята, там собираемся и бегаем, если, да, то есть, долго. Понятно, что потом болят колени, ступни. Есть какие-то медицинские противопоказания? Травмы, может быть, какие-то получали? Если что касаемо упражнений, то, наверное, это присед с свободным весом не делаю, потому что из-за волейбола суставы иногда, ну, не позволяют. Опять же, да, плечо, если под определенным углом делать джим лежа, а если в более бодибилдерской системе, то правое плечо из-за того, что махи делаешь, так руки уводишь чуть ниже. Вы очень подкованный человек. Зачем вам нужен тренер? Я же говорю, что-то не так делаю, что не получается достичь пресса. Потому что качая пресс, вы качаете свои кубики, но под слоем жира. Ну и вообще, мы заметили, что люди действительно стараются и ходят в зал, но все равно злодейские КГ никуда не исчезают. Неудачная самолучка, которая ходит в спортзал, сама качает пресс, там подтягивания какие-то, фланги стоят. То есть это знания из интернета, у вас нет образования? Да, я спортом с детства занималась, танцы, плавание, аэробики всякие, там стрип-пластика даже была, 18-19 лет. Но тогда меня фигура устраивала, у меня не было этой цели. Сейчас я пошла в зал, ну не идет все, ну не могу я сама. Нормально. Вижу железяку, иду и поднимаю. Что это за железяка? Да какая разница? Ну же не просто так в зале лежит. Значит, надо поднимать. Абонемент покупала каждый месяц, но ходила по два раза в месяц. То есть это лень? Да, и вот сидячая работа, и расслабилась. А, знаем-знаем, этот абонемент называется селфи для соцсетей. Типа в зал хожу. Знания у меня в одно заходило, в другое выходило, я не оставляла нигде, у меня записи ничего не было. Я ходила здесь, я занималась тренером, если бы у меня были какие-то супер-супер знания, я была бы в себе уверена, то я бы тренера не нанимала. И занималась бы дальше, и не пришла бы на ваш проект. Почему вы должны взять вас, и мы должны вас три месяца готовить, если вы так спокойно говорите, что вам это никакой цели не довело? Вам одно в ухо влетело, а в другое вылетело? Нет, мне не довело то, что я не записывала каждую тренировку, как правильно тренироваться. То есть я приходила, а мне тренер... Мы так же самые профессионалы. То есть вы не готовы этого делать вместе с нами? Я готова, наоборот, я пришла к вам, потому что я в каждом из вас вижу профессионалов. Все-таки это проект масштабный, ну, в рамках Крыма. Ой, да прикол это все. Бородач вон тот кукурузицу продает, жгучая брюнетка ноготки делает, а парень, который с вами разговаривал, в троллейбусах в остановке объявляет. Я просто употреблял много алкоголя. Вот, собственно говоря, появился пивной животик. Я мотивирую всех в спортзале. Подходит парень весь такой накачанный, мне надо скинуть там 2 килограмма. Тебе, наверное, не надо скидывать, показываю все живое. Ну, в моем случае я хочу потерять 20 килограмм. Главное, чтобы с животом не потерялось чувство юмора. Может быть, твой животик отвечает за него? Чемпион не тот, кто сильно бьет, а тот, кто держит удар. Этой суперспособностью виртуозно владеет Надежда Костюченко. Примерно 2 года назад я перенесла рак груди. У вас нет таких явных проблем, да, там, с лишним весом, как у других людей, которые прошли и будут проходить кайсинг. Почему именно вы? Я хочу на своем примере доказать, что человек, который болел, может сделать над собой такие усилия, превратить себя в здорового, счастливого человека. Я не стесняюсь об этом говорить. Надежда, скажите, готовы пахать? Конечно. Прекрасно. Правильный ответ, Надежда. Пахать придется очень много. Помыть посуду, погладить, выбросить мусор. Нет-нет, мы не злоупотребляем. Просто это новая европейская методика залов. Вот, внедряем потихонечку. Сколько у вас есть по времени и по дням возможность сходить в этот наживный зал? В день два раза или один раз, там, часа три ходить? Я готова пахать. Кругом одни прям пахари. Вот, например, Владимир Чинченко. С пылу, с жару, только с грядки. Он пришел на кастинг, потому что в силу профессии, а он ведущий мероприятий, не может вылезать из праздничного торта. Как давно вы влазили в него? Ну, я думаю, что где-то года полтора назад. То есть за полтора года вы уже вот в таком состоянии и ничего с этим не делаете, да? Нет, я делал с этим, конечно же. Были попытки, были смарт-залы, были там какие-то моменты по питанию. Я зависим от питания. Ну, в том плане, что я люблю поесть, я люблю астрономию. Давайте протестируем вас немножечко. Мы просто на вашу физическую кондицию. Давайте, давайте. Давайте так сделаем, такой небольшой комплекс. Десять приседаний. Десять приседаний? Десять приседаний, десять отжиманий и десять упражнений на пресс. О, вот это музон! А я всю жизнь думал, для чего учил текст из Рокки Бальбоа. Мир не такой уж солнечный и приветливый. Это очень опасное, жесткое место. Я всегда буду тебя любить, что бы ни случилось. Ты, мой сын, плоть от плоти, самое дорогое, что у меня есть. Но пока ты не поверишь в себя, жизни не будет. Ну, а теперь, когда мотивация льется через край, акули-тренеры ударились в творчество и решили забить участников. Ну, в смысле, татуировкой с логотипом. Есть предложение, бесплатно, буквально на халяву, сделать татуировку Акулья Сушка. Хотите? Нет. Татуировку... Татуировку Акулья Сушка. Ну, если честно, ты не готов. Но наклейку могу наклеить, как бы не вопрос. Снова все. Честно? Нет. Но если наклейка там какая-то, без вопросов. Хотите татуировку? Нет. Все, вопросов больше нет. Начали рядеть ряды наших бойцов, после того, как они услышали о татуировке. Ну, а Светлана Крупчан не из робкого десятка. Какие у вас таланты, Светлана? Скажите. Я пою. Можете прям сейчас? Спеть. Такая, ну, конечно, не распила. Ну, может, не о том. Да ладно тебе, стесняшка. Да ладно. Помимо того, что пою, я играю на фортепиано, сочиняю стихи и музыку, это понятно. Для чего вам этот проект, если у вас уже есть опыт у самой сбрасывания веса? Путем колоссальной работы над собой накопила в себе столько женской сексуальной энергии, которую хочу воплотить в творчество. И считаю, что этот проект – это именно то место, где я могу раскрыть полностью свой потенциал. Такс, 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 уважаемые продюсеры, подкиньте мне ее номерок. Я-то знаю, куда деть всю ее энергию. Существует древняя традиция, что в различные проекты телевизионные попадают через ваш вариант. Мой вариант? Оу-ля-ля, шеф-шаля-бам, шеф-шаля-ля-дель-кандри-педро-трантас. У вас свои губы? А? Ну что, господа тренеры, хотели проверить находчивость? А как вообще может думать женщина, когда перед ней столько накачанных мужчин? Хотите вопрос сразу в лоб и на засыпку? Да, давайте. Есть древняя-древняя традиция, что на любое шоу, тем более телевизионное, люди попадают через... Постель? Да! А это есть нет? Конечно нет. Кроваться? Смотря какую ситуацию. У нас здесь постель не стоит, заметьте. Вот я заметила. Ну а что вы крестики ставите? Сами бы как ответили. Нельзя же сказать, что в шоу-бизнес попадают через лишние килограммы. Хотя подождите. Через наши подземелья и лабиринты с акулами прошла уже большая часть претендентов. Какие там слухи ходят? Расскажите. Ну слухи... Ну честно, энергетика классная. Подпиталась энергия, все шутят, все веселятся. Супер! Гадости говорят про нас? Ни одной гадости. Не врите. Вот только слезы были, кстати, у девочки выходили. Слезы? Да. Ну это было, да. Но сейчас пора познакомиться с последней, но не по значению, участницей кастинга. Марии Байчук. Мария. Здравствуйте. Вы у нас последняя, да, так получается? На десерт. На десерт. Прекрасный десерт. Что любите на десерт? Ну, много всего люблю на десерт. Что любите есть? Признавайтесь сразу. На самом деле, все. Мочное, сладкое, всегда, ночью. Да, а потом сверхэнергетиком запить. Угу. Ночью, да? Ночью. Можно и ночью. В любое время суток. Люблю поесть. Как вы будете отказываться от еды, если вам нужно будет это сделать? Наверное, это будет сложно, но, в принципе, для того, наверное, и даны такие проекты, чтобы свою силу воли проверять. Я к этому готова. Муж есть? Да. Как дела? У мужа? Муж в СИЗО сидит. Потому что он там находится, это, конечно, для меня очень сложно, но... Ой, муж, извините, пожалуйста. Сейчас наступил самый важный момент проекта. Судьям нужно решить, кто попадет в шоу. Ну и, конечно, выбрать себе подопечных. Судьи приняли решение. Сейчас мы назовем те номера, которые остаются. Надеюсь, те, кого мы не выбрали, на нас не обиделись. И еще, ребята, то, что вас не выбрали на этот первый сезон, это не означает, что это стоп в ваших занятиях спортом. Идите, идите и тренируйтесь в спортивный клуб. Друзья, наконец-то подошел к концу наш кастинг. Всем, конечно, пришлось сильно понервничать. И нашим конкурсантам, и нашим тренерам, и даже ведущему. И, наконец-то, мы выбрали 12 обреченных людей. Обреченных на успех, друзья. Вот они, посмотрите на них. Вот эти прекрасные люди будут сушиться у нас на протяжении трех месяцев. Кто все-таки этот счастливчик, с которым мне придется работать? Я бы сказал счастливица. Счастлив? Отлично. Это Екатерина Ткаченко. Екатерина Ткаченко. Ой, Екатерина Ткаченко, спасибо. Были жаркие споры и делешь-пелешь подопечных, по результатам которых древо сушки выглядит так. Екатерина Ткаченко будет работать со Светланой Крупчан и Владимиром Чинченко. Я думаю, что мы сработаемся. Я почувствовала, что мы на одной волне. Я думаю, что мы дойдем до цели. Александр Егоров выбрал Сусану Юрченко и Наталью Болдыреву. Моя мечта, наконец, осуществится с помощью профессионала. Честно, страшно. Хочется действительно выдержать и получить максимум результата. Эти четверо участников отныне посетители спортивного клуба «Глобус Спорт». Владислав Кравченко стал тренером Андрея Пейко и Марии Байчук. Вы готовы к сушке? Да, готова. Отлично. Виктория Ягьяева берется за Надежду Костюченко и Жанну Смолега. Я очень рада. Вы теперь моя команда. Мы пойдем до последнего. Мы будем держаться и победим, выиграем эти деньги. И, конечно, похудеем. Заниматься они будут в спортивном клубе «Паулаев». Марии Ямщиковой отправляются Станислав Чернявский и Александр Дравич. Я выбрала двух чудесных мужчин. Мы с ними будем работать. Они готовы и меня не подведут. Не подведем. Не подведем. Роман Губа взялся сушить Алексея Давыдова и Бажену Аксенову. Я уверен, что у нас будут совместные прекрасные результаты, которых мы достигнем в поставленные сроки. Их родным домом станет спортивный клуб «Альбион». Вот этим счастливчиком я лично не завидую. Следите за эфиром. Это «Акулия Сушка». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова